10 утра. Лекционная аудитория Института информационных и космических технологий САФУ забита до отказа. 90 первокурсников сосредоточенно ждут начала первой жизни лекции. Сегодня, в День знаний, она, конечно же, будет непредметная. Это, скорее, не лекция, а знакомство с преподавателями. Это направление бурно развивается. Что такое информационная технология, вот, например, я с трудом теперь уже представляю, они проникают во все сферы жизни. Директор Института информационных и космических технологий Александр Гурьев сразу же расставил все по местам. Прогульщикам здесь делать нечего. Пока с новобранцами знакомятся другие сотрудники Института, мы познакомимся с нашим героем. Игорь Богданов еще недавно был учеником в восьмой школе Архангельска. Мы снимали Игоря для программы «Кем быть?» весной. Тогда он хотел стать строителем или архитектором, как старший брат. Но сдав ЕГЭ на отлично, в итоге поступил на престижную сейчас профессию айтишника на бюджетную основу. В 10-м корпусе, который станет родным теперь на следующие 5 лет, Игорь сегодня оказался впервые. Ну, сегодня проснулся, пасмурная погода, но это меня не смутило. Я поступил в САФУ, информационные и космические технологии. Первый день, он начинается, студенческая жизнь у меня уже. Не студент, а студентик, первый курс, так сказать, еще. Вот, ну, находится информационные и космические технологии в 10-м корпусе. Первое мое впечатление о нем – большое здание такое старое, ну, не новое, как все вот эти вот стоят, которые уже ремонт сделан для них. Во дворе его стояла ракета, вообще меня удивила ракета. Ну, в самом корпусе нас ждали в лекционном зале. Встречали нас деканаты, ректора, все, ну, не все, многие преподаватели, которые нас будут учить. Речи нам говорили разные. Директор информационных и космических технологий, пожилой мужчина, но он уже, по-моему, видел как бы многое. Вот. Дал нам напутствие какое-то, чтобы, ребята, учитесь, не пропускайте. То, что если вы начнете учебу, как бы, сразу же заваливать, не посещать, не делать домашнее задание, то, как бы, соответственный результат будет. Ребята, в принципе, по-моему, дружелюбные. Сзади сидели вообще там, шутили вообще весело так. Настроение сразу же поднялось еще выше, как бы, ну, ладно, я как бы чувствую себя в своей тарелке. Первое сентября все-таки праздник, а праздник нужно отмечать весело. Дружной шеренгой будущие гении компьютерной мысли двинулись на коллективное построение всех первокурсников Арктического университета на площади у Морского речного вокзала. А давайте еще раз, пока не научимся. Стройка, где БИФ? Ура! Где БИФ? Ура! Где БИФ? Ура! 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 Вот, другое дело. В год празднования 300-летия Ломоносова нашему университету официально присвоено имя Великого Помора. В новый учебный год САФУ вступил уже объединенным. Самый северный федеральный университет в стране получился благодаря слиянию двух вузов – технического, бывшего АГТУ и гуманитарного, поморского. Линейка из первокурсников Арктического университета растянулась от начала набережной до Морского речного вокзала. Этим летом в САФУ поступило более двух с половиной тысяч абитуриентов. Игорь уже познакомился с будущими однокурсниками. Отметил, что среди них много симпатичных девушек. А тем временем колонны студентов под барабанную дробь и университетский гимн идет к драматическому областному театру. Шествие в синебелой гамме, цветах флага университета привлекает внимание прохожих. И осеннее хмурое небо вновь стало превращаться в летнее и солнечное. Когда нас повели на линейку, нам сказали, строимся по пять человек. Но это что такое, мы уже студенты, мы не должны, по-моему, ходить вот так вот, чтобы все в одной куче. Мы ждали все остальные курсы, ждали примерно где-то час. Потом началось шествие веселое, барабанчики порадовали, музыка. Когда вот все снимают, гип-гип, ура, и все гружно, как бы, ну не знаем, там мало же кто знает друг друга. И все вместе, да, да, гип-гип, ура, и там все вот это вот эмоции как бы переполняли. Площадка драм-театра в центре Архангельска уже традиционное место проведения Дня первокурсника. Сегодня здесь яблоку негде упасть, и это абсолютная правда. Концерт стартует в полдень и должен закончиться поздно вечером выступлением группы «Смысловые галлюцинации». Музыкантов из Екатеринбурга должны разогревать ребята из Архангельска, группа «Исэксти». По традиции напутственные слова сказали первые лица области города и университета. Мы с вами решаем очень сложные государственные задачи по подготовке специалистов, проведению научных исследований для сложного международного арктического региона. И поэтому в стенах нашего университета для вас предоставлены лучшие аудитории, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры космического мониторинга. Для вас работают лучшие преподаватели, но студент – это не только тот, кто отлично учится, но и тот, кто умеет отдыхать. Игорь с друзьями решил отправиться в Петровский парк. Там сейчас разворачиваются самые интересные события. Студенческие годы – это не только учеба, но еще и общественная жизнь. В САФУ существует более 20 общественных организаций. Стать волонтером и помогать пожилым людям или больным детям, отправиться добровольцам на Олимпиаду в Сочи или стать профессиональным спасателем, увлечься альпинизмом, изучить фотографию от Адая или открыть в себе талант оратора. Все это и многое другое можно осуществить в студенческих организациях нашего университета. Игорь первым делом записался в профсоюзную организацию, заполнил анкету и сразу же получил бонусную карту со скидками на посещение городских кафе, магазинов, молодежной одежды и спортивных центров. Только здесь и сейчас у вас есть уникальная возможность получить дисконтную карту, студенческий бонус, подарок от профсоюзной организации САФУ. Наш герой очень заинтересовался клубом реконструкции исторических событий, питься на мечах собственного изготовления и носить на себе доспехи весом в полсотни килограммов. Игорь пока не готов, но примерить на себя кольчугу и шлем русского богатыря все же решился. Еще раз? Нормально? Нормально. Мне очень нравится. Ну, площадок мы посмотрели сегодня много. Это и Красный Крест, и всякие волонтерства. КВН еще было, но КВН не привлекает. Можно посмотреть, участвовать, наверное, не буду. Пока еще похожу по дому, посмотрю, что да как. Но обязательно выберу. Мне кажется, студенческая жизнь, она должна быть наполнена не только учебой, приходить в универ, выполнять задания, приходить домой, выполнение всяких этих работ. Она еще должна содержать в себе какие-то развлекательные мероприятия. Галоконцерт талантов САФУ всеми, кем гордится университет, собрал на площади у драм-театра уже не только студентов, но и простых горожан. Столько молодых людей и девушек в одном месте редко увидишь. Наверное, наш город теперь может по праву называться центром студенческой жизни. Уже по-настоящему осенняя погода не испортила настроение. Притоповые, прихлоповые студенты греются в ожидании екатеринбургских рокеров. Всем студентам желаю использовать каждый час своей жизни, прекрасной жизни, которая им предстоит в ближайшие несколько лет, для того, чтобы воплотить все свои мечты и постараться совершить каждый день маленький подвиг, для того, чтобы последний день Земли никогда не настал. Первокурсников раскачали ребята из группы E-Sex-T. И вот на сцене появляются смысловые галлюцинации. Инди-рок, рок-а-попс, рок-классический. Журналисты по-разному называют направление музыки, которые играют в галлюцинации. Первый день осени. Так называется одна из песен группы. Первый день осени в студенческом полку Арктического университета прибыло на две с половиной тысячи талантливых, замечательных ребят. Впереди у них сессии, бессонные ночи с кофе перед экзаменами, счастливое время летней практики и строй отрядов, любовь, куда без нее, и открытия научные, жизненные, открытия самих себя. И здорово, что все это они переживут вместе в самом лучшем университете, в Северном Арктическом Федеральном. Тут уже выгоняют, вычисляют. Не то, что в школе там учишься, учишься, как бы все равно тебя никуда не денут. Тебя учителя, классный руководитель тянет что-то там, звонят родителям, какие-то еще наставления дают. А здесь, мне кажется, такого не будет. Здесь ты сам должен за себя все решать, все делать. Нет, я думаю, пока первые два курса совмещать учебу и работу я не планирую. Все равно это сложно. Влиться сначала в струю вот этой учебы. Нет, я пока буду учиться, а работу пока оставлю на третий-четвертый курс.